Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита и сегодня мы будем читать пятую главу, в которой рассказывается о том, как Тавия, сын Тавита, опускается в путь и об ангеле Рафаиле, архангеле Рафаиле. И сказал Тавия в ответ ему, то есть после того, как отец наставил его, «Отец мой, я исполню все, что ты завещаешь мне, но как я могу получить серебро, не зная этого человека?» Не зная того человека. Тогда отец дал ему расписку и сказал, «Найди себе человека, который сопутствовал бы тебе, я дам ему плату, пока еще жив, и ступайте за серебро». И вот здесь раскрывается еще один аспект служения архангела Рафаила, он оберегает верующих путников в дороге. «И пошел он, то есть Тавия, сын Тавита, искать человека и встретил Рафаила, то есть архангела. Это был ангел, но он, то есть Тавия, не знал». Мы видим, что и в случае с Лотом, племянником Авраама, когда к нему в дом пришли два ангела, он не понял, что это ангелы, он принял их за молодых людей. И только потом, когда они сказали «мы ангелы», он понял, кто они такие. Итак, Тавия встречает Рафаила, это был ангел, но он не знал, и сказал ему «можешь ли ты идти со мною, а враги медийские, и знаешь ли эти места?» Ангел отвечал «могу идти с тобою, и дорогу знаю». «Я уже останавливался у Гаваила, брата нашего, и сказал ему Тавия, подожди меня, я скажу отцу моему». Тот сказал «ступай только немедли». Здесь мы видим, что ангел предлагает Тобию, сыну Тавито, не медлить, потому что если ему дается такая помощь, то надо ей воспользоваться. Надо сказать, что ангелы сами по себе очень стремительны, и для них любая медлительность – это что-то такое неприемлемое. Ангелы Божьи так стремительно выполняют послушание Божие, что для каждого поручения дается свой ангел. То есть ангел – это и есть некое такое поручение от Бога. Он, то есть Тавия, придя, сказал отцу «вот я нашел себе спутника», хотя Тавия не понимает, что это ангел. Отец сказал «пригласи его ко мне, я узнаю, из какого он колена, и надежный ли спутник тебе». Вот здесь некий такой прецедент. А если ты сына своего отправляешь с кем-то, ты должен быть уверен в этом кем-то. И призвал его, и он вошел, и приветствовали друг друга. Тавид спросил «скажи мне, брат». Тавид тоже не понял, что это ангел. «Из какого ты колена, из какого рода?» Он отвечал «колена и рода ты ищешь, или наемника, который пошел бы с сыном твоим». И сказал ему Тавид «брат, мне хочется знать род твой и имя твое». Он сказал «я Азария, из рода Анания, великого из братьев твоих». Тогда Тавид сказал ему «брат, иди, благополучно, и не гневайся на меня за то, что я спросил о колене и роде твоем. Ты доводишься, брат, мне, из честного и доброго рода». То есть ангел ему ответил в том виде, в каком он хотел, чтобы ему ответили. Ангел знал, как бы, кому он относится с доверием. «Я знал Ананию и Инофана, сыновей Семея Великого. Мы вместе ходили в Иерусалим на поклонения с первородными и десятинами земных произведений, ибо не увлекались заблуждениями наших братьев, имеется в виду израильтян, которые не ходили в Иерусалим. Ты брат от хорошего корня». Вот таких друзей надо находить для своих детей, а не отправлять там на отдых своих детей непонятно с кем. «Но скажи мне, какую плату я должен буду дать тебе? Я дам тебе драхму на день, и все необходимое для тебя и для сына моего, и еще прибавлю тебе сверх этой платы, если благополучно возвратишься». То есть очень важно, когда мы, как бы, все объясняем. «Так и условились». То есть договоренность, она очень важна, чтобы потом не было недоумений. «Тогда он сказал Тове, то есть сыну, будь готов в путь и отправляйся благополучно». И приготовил сын его нужное для пути. Здесь немножко непонятно. «Будь готов в путь и отправляйся благополучно». А как это связано? Если мы готовимся к путешествию, то и путешествие будет благополучным. Тут и молитвенная подготовка имеется в виду. «И приготовил сын его нужное для пути и сказал ему, Отец, иди с этим человеком, живущий же на небесах Бог, да благоустроит путь ваш, и ангелы его да сопутствуют вам». А здесь прямо в прямом смысле вот ангел, покровитель путешествующих, архангел Рафаил идет с Тове, сыном Тавита. «И отправились оба, и собака юноши с ними». Вот это, может быть, первый такой образ из Писания, где мы видим, что у юноши была собака, которую он берет в дорогу, потому что собака будет защищать от волков, от диких зверей других и от разбойников. Собака всегда может разбудить ночью, есть какая-то угроза. Анна, мать его, заплакала и сказала Тавиту, «Зачем отпустил ты сына нашего? Не он ли был опорою рук наших, когда входил и выходил перед нами?» То есть похоже, что она очень переживает за своего сына. Путешествие в те времена – это опасное такое событие. мы помним притчу о добром саморенении, когда там человек был избит. Хотя она как бы посвящена вот в обстоятельства этого путешествия, но она волнуется. Далее она говорит, «Не предпочитай серебра, серебру, пусть оно будет как ссор в сравнении с сыном нашим». Действительно, жизнь сына – она важнее, но Тавит понимает, что нельзя все время держать ребенка рядом с собой, когда-то он выйдет из дома, и надо, чтобы он учился жить. Двадцатый стих. «Ибо сколько Господом определено нам жить, на это у нас довольно есть». То есть она упывает на Бога. Она считает, что если Бог определяет дни жизни, то Бог и дает на что жить. Тавит сказал ей, «Не печалься, сестра». Он называет свою жену сестрой. Здесь имеется в виду, что он ее очень воспринимает как близкого человека. «Он придет здоровым, и глаза твои увидят его». Здесь как бы дух пророческий проявляется в нем. «Ибо ему будет сопутствовать добрый ангел». Он говорит как бы в таком переносном смысле, а получается в буквальном. «А путь его будет благоуспешен, и он возвратится здоровым». Это окончание этой головы, но мы вернемся к четвертому стиху. «И пошел он искать человека, и встретил Рафаила. Это был ангел, но он не знал». За исключением выражений «ангел Яхве» или «ангел Божий», объясняют экзегеты, означающие в древних текстах видимое явление Бога. «Ангелами именуются существа, отличающиеся от Бога и подчиненные ему Богу, как члены его небесного двора. Их называют сынами Божьими». По-еврейски это «бней элогим». Это мы видим в первой главе книги «Иоба», шестой стих и в «Псалтире» 28.1. Здесь они уже называются «святыми». Иов 5.1. Они называются «воинством небесным». Также и в «Третий царей» в книге «Наимии». И в прологии книги Иова даже упоминается целый собор ангелов, сынов Божьих, бней элогим, которые предстают перед Богом, как некая судебная палата Бога, или там обсуждают жизнь людей на земле. Кто-то может подумать, что вот Рафаил как бы соврал, сказав, что он Азария из рода Анании. Давайте вспомним, что означает имя Анания. Оно означает «Ягве милостив». То есть он как бы говорит, я происхожу от Бога милостивого. А само имя Рафаил означает «Бог исцеляет» или «Исцеление от Бога». Поэтому лжи тут нету как бы в устах ангела, а он как бы вот что-то недоговаривает или говорит в таких образных выражениях. Так, кстати, поступал великомученик и целитель Пантелимон, как мы знаем из его жития. Его отец мечтал, чтобы сын сделал светскую карьеру, а Пантелимон ходил на христианские собрания. Когда отец спрашивал его, где ты был, он говорил, я ходил во дворец. Для него место, где собираются верующие, это дворец. Я ходил туда к царю, а царь для Пантелимона – это Христос. Мне там царь готовит невесту, София, а София – это премудрость Божия. То есть он как бы говорил правду, но говорил так, что отец не очень это понимал. Поэтому здесь не создаётся архангелом Рафаилом прецедент для врунов, какая-то святая ложь. Ничего такого нет. То есть он говорит, имея в виду подлинное значение слов, имён, а Тавид всё это оценивает с точки зрения обычной бытовой ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...